Сегодня мы немножко приближаемся к Москве, сужаем круг, говорим о московском регионе, но не в таком формально-административном смысле, а в каком-то существенном или, как сказано в нашем анонсе, в ментальном. Вот, извините за выражение. Говорим мы о границах московского мира, скорее, чем самой Москвы, вот по сумме весьма таких интересных критериев. И выступит на эту тему, собственно, автор этой концепции Сергей Вячеславович Рогачев, которого я приглашаю на сцену. Ура, у нас снова географы. Почему я говорю во множественном числе? Потому что и в зале присутствуют, да, и коллеги, сотрудники, и ученики Сергея Вячеславовича. И это школа географии Московского университета, если можно говорить о школе. Да, сейчас я, собственно, может быть, начал бы с этого вопроса. Что такое школа, географическая школа Московского университета? И вот увидел на нашем прилавке книжку «Высотка номер один». Рекомендую. Дело в том, что именно географы сидят на этой высоте. Высоко сидят, далеко глядят. И, мне кажется, получается интересно. Вот, поэтому действительно первый вопрос, Сергей Вячеславович. Что такое школа, географическая школа Московского университета? Есть ли она, была ли она, чем отличалась или отличается от подобных? Ну, где-то в годы 60-70-е, наверное, еще было серьезное отличие между школой Московской и Ленинградской. Сейчас, скорее, мы сливаемся постепенно. Что происходит в географии? А, это отраслевая дифференциация. Мы очень сильно распадаемся по специализациям. Есть геоморфологи, есть биогеографы, есть медикогеографы. И довольно сильно разбились в последние четверть века на региональной географии. Почти в каждой области появились учебники какого-нибудь географии Ямала-Ненецкого округа, географии Костромской области и так далее. Но это и в какой-то мере признак скорого нашего возрождения на интеграционной основе. Уже сегодня назревают процессы взаимодействия различных специализаций, с одной стороны. А, с другой стороны, интегрирование краеведения. Мы переходим понемножку от отдельного московедения и Петербурговедения к целостному видению территории страны. Вы сказали о том, что географические школы делятся. У меня-то впечатление, что наоборот, это самое междисциплинарное знание, что именно географы, за что мы вас особенно как-то почитаем, любим именно географы к этой междисциплинарности склонны, подключают к своим исследованиям, особенно культур географы, как можно больше таких, интегрируют как можно больше дисциплин. И, насколько я знаю, ваше сегодняшнее выступление, я его слышал, во всяком случае, в какой-то прежней редакции, оно именно таковое, это именно междисциплинарное синтетическое предложение, сообщение. Ну, в общем, примерно так оно и есть. Вот сейчас мы пытаемся, целый ряд моих коллег, и молодые ребята, и аспиранты, и студенты сейчас постепенно стремятся к осуществлению вот этой идеи нового синтеза географии. И речь пойдет, в сущности, о таком круге Москвы, хотя это не круг, а неправильная фигура, да. Я знаю, что вас также чрезвычайно интересует тема секторальной географии, то есть одновременно вы разрабатываете такие свои какие-то соображения по поводу структуры русского пространства, разбегающейся от Москвы. То есть в итоге получается концепция, которая сочетает секторальность и некоторую радиальность, да, или концентричность. Вот как бы вы это прокомментировали? Да, совершенно верно. Это вот примерно структура паутины, где идут радиусы, идут связывающие кольца. Я знаю, что и вы этим занимаетесь. И пошла мода, вот буквально на днях мне присутствующий здесь наш студент прислал стачу петербургского профессора, где он тоже пытается разделить Россию на четыре сектора, четыре вектора ориентирующих. И в этом вот и проявляется в частности тот синтез, которого мы ждем и на котором мы работаем. И третий вопрос. В какой мере участвуют ваши студенты в сегодняшней презентации и в сегодняшней вообще разработке? Ну, я читаю в университете курс, который называется «Пространственный анализ страноведений», который я постепенно создавал 25 лет, понемножку прибавляю что-то, прибавляю немножко от себя, и от каждого курса, там каждый ребенок на каждом курсе, какую-то маленькую частичку мне в него вкладывает. Так что он вот формируется как такой интерактивный курс взаимодействия меня, студентов, аспирантов, которые уже позднее реагируют как-то на какие-то посылы из этого курса. Ну, вот так позднее все происходит. Спасибо. Давайте начнем с Сергея Вячеславовича Рогачева. Всем более-менее знакома ситуация. Мы идем через центр города, и в какой-то момент мы вдруг понимаем, «А я уже не в центре». Вот по каким признакам мы это понимаем? Это олимпиадное задание придумывала в свое время моя коллега Надежда Замятина. Требовалось от участников Олимпиады сформулировать как можно больше наблюдений, по которым человек понимает, что он уже не в центре. Вот у нас будет не о городе, не о внутренней городской структуре, а о территории России примерно в радиусе тысячи километров от Москвы. Когда мы начинаем понимать, что мы уже вне московского влияния. Вот мы приехали в Матище, ну просто пригород Москвы и пригород Москвы в Матище. Там Пушкина какой-нибудь, Загорск или Сергеев Посад, как он сейчас называется. Ну, тоже ничего качественного, нового, ничего, чтобы вот так ударяло по эмоциям и по наблюдениям. Мы не можем сказать, что вот да, вот что-то вот совсем не так. А на каком-то удалении мы начинаем, даже не мы, а какой-то вот москвич, средний москвич усредненный, начинает ощущать, что он попал уже в какую-то новую среду. Он уже вне зоны прямого влияния Москвы. И вот примерно я попытался выделить признаки, что ощущает человек, попадая вот на тот рубеж, где уже не Москва, где уже что-то новое. Попытаемся их разобрать. Первое – это то, что называется страшно. Ну, оно бывает и так немножко шуточно страшно, а бывает и по-настоящему. О присутствующей наверняка здесь все слышали знаменитую песню «Слава Некрасова. Жил 12 разбойников. Жил Кудеяра Атаман». Знаменитый эпический, практически разбойный персонаж русского фольклора. Вот там, где начинаются сказы и предания о разбойниках, где в каждом холмике люди видят зарытый разбойничий клад, где окаменевший камень, большой камень трактуется как окаменевшая лошадь Кудеяра, где просто есть места, которые называются Кудеярово, Кудеяров-лог и так далее. Давайте посмотрим примерное пространственное распространение этих преданий. Красной звездочкой обозначена Москва. И вот, как мы видим, все, что связано с именем Кудеяра, обходит Москву на некотором удалении, чуть ближе прижимаясь на юго-западе, отходя на юге и потом уходя в Нижегородскую область и поднимаясь даже вверх по Ветлуге немножко. Даже на Ветлуге есть предания о соратниках Кудеяра, правда, не о самом, а о соратниках его. А восточнее уже вот эти желтые кружочки. Разбойничьи предания все персонифицируются и связываются с именем Степана Разина. Вот это вот подмосковный разбойник, а это уже волжский разбойник. Ну, это одна... И понемножку мы уже можем провести какую-то аппроксимирующую линию, которая нам показывает, где заканчивается территория, вполне контролируемой Москвой. А дальше начинается предание о разбойниках, то есть о вещах Москвой неконтролируемых. Идем дальше. Вторая позиция, которую я назвал «экзистенциально», ей бы надо было заканчивать, но она слишком тяжелая, слишком страшная. Поэтому я сейчас ее проговорю вначале, чтобы не заканчивать потом доклад на тяжелую. Попытаемся вспомнить, какие мы знаем знаменитые смерти в русской истории и культуре. Царевич Дмитрий, например, да. Нет, ну понятно, что Петр I и все монархи умирали, а вот чтобы она была именно трагическая, драматичная, Чупаев, например, да. Скотин Шуйский, ну вот опять же, смерти, которые случились в столицах уже, в Москве и Петербурге, мы рассматривать не будем. Только те, которые на открытых пространствах, не столичных. Грибоедов, ну это в Персии, да, это немножко за нашими. Андрей Боголюбский, ну, по тем временам, это тоже была столица, он в подстоличной резиденции был убит. Александр I в Таганроге, да. Но это опять же все-таки своей смертью, хотя и окутанной потом всяческими разнообразными преданиями. Венецианов, да, художник Венецианов, который странным образом вывелся из кибитки возле вышнего волочка и до сих пор не знают. Лев Толстой, конечно, да. Вот такая демонстративная смерть, когда он уходит из Ясной Поляны и уходит причем не в сторону Москвы, а уходит в противоположном направлении и умирает на станции Остапов, которая сейчас называется Лев Толстой в Липецкой области. Александр Невский, да, по возвращении из Орды. Ну, тут, это, во-первых, еще домосковский период, вот, поэтому он нам не очень интересен. Но, тем не менее, да, то есть жанр именно этот. Это вот, я позволю себе не зачитывать пояснение, о чем идет речь. Сначала все-таки некоторые примеры, да. Вот Василько Ростовский в районе Кашина Тверской области, Царевич Дмитрий, которого уже назвали, Иван Суцанин, которого не назвали, в лесах под Костромой, князь Савалконский под Савборовский, который принимает, смертный бой. И вот граффити на стене одного из Боровских зданий, воспроизводя всю эту картину. И сам герб Боровска, вот это красное сердце, это его сердце на гербе города. Филипп Митрополит, удушенный Малютой Скуратовым в Твери, в Тверском отречи монастыре. Алена Арзамасская, соратница Разина, сожженная в Темникове, в Срубе. Уже менее известный архиепископ Мессаил Рязанский, которого убила Мордва, когда он слишком углубился со своей миссионерской миссией в Мордовскую территорию, Мордва отказывалась креститься, его, значит, просто там вот стрелой, вот это вот, который на иконе мы видим, он с этой стрелой вот и показан, на ней, которая Мордва его убила. Зоя Космодемьянская, конечно, Саша Чекалин, в честь которого назван сейчас город Лихвин в Тульской области, самый маленький город России, по-моему, там 900 с чем-то человек. Ну, это вот там партизан Саша Чекалин, известный в свое время, генерал Ефремов, о памятнике Вязьме. Ну, это вот не совсем смерть, но как бы такой намек на смерть, это Таруса, здесь хотела лежать, здесь бы Марина Цветаева, там стоит такой памятный камень на Окском берегу. И вот как это все раскладывается пространственно, круг знаменитых смертей. Ну, это вот то же самое примерно. А тут важно, вот на что еще обратить внимание, что они не просто раскладываются вокруг Москвы, но и примерно следуют границам Волго-Окского междуречья, с Волго-Окского бассейна водосборного. Мы видим очень близкую прижатость вот этого полуэллипса смертей к Москве на Западе, особенно на Юго-Западе, довольно сильный уход на Юге, сильный уход на Северо-Востоке и вообще разомкнутость его на Дальнем Северо-Востоке. Это вот я попытался все более-менее знаменитые смерти, кроме уральских и дальневосточных, кроме царской семьи, кроме Чапаева, кроме Сергея Лозо. А попытаемся дальше эту тему развить. Это уже не места смертей, это места, где родились люди, умершие знаменитой смертью. Ну, в частности, там Протопопа Вакум появляется из Нижегородских пределов, осожженный в Пустозерске, правда, очень далеко отсюда. Но вот это люди, которые... Откуда произошли? Вот там большинство людей, которые погибли, ну, как бы, что называется, картинно оставив по себе след или героический, или мученический, или какой-то еще более страшный, таинственный. Вот и опять, видимо, довольно четко вырисовывающийся, уже теперь почти четко вырисовывающийся ареал вокруг Москвы. Портит картину, ну, условно говоря, портит, извините за это выражение, Сергей Есенин, слишком близкий. Ну, одна только точка. А мы видим, что весь восток Московской области лишен такого рода личностей. Юг Ярославской, юг Костромской, вся Ивановская, вся Владимирская, ну, и почти вся Рязанская. Вот, собственно говоря, исконная Россия, она не порождает людей, которые склонны к каким-то поступкам, которые приводят потом к тяжелым последствиям для них. Это вот спокойная русская территория, на которой и вырастают сравнительно спокойные, адекватные люди. А дальше мы видим уже вот что-то более, как бы сказал Гумилев, более пассионарное. Вот люди, которые готовы пускаться в авантюры, люди, которые готовы идти на риск, ну, и, соответственно, вот среди них многие и доканчивают жизнь каким-то не, опять же, извините за выражение, нестандартным образом. Теперь еще один срез, это месторождение художников, писателей, покажу только художников, кто писал на темы смерти. На самом деле их очень мало. Их очень много в западноевропейской культуре, в живописи. То есть там просто смерть везде, у каждого художника почти. И очень мало у нас. В основном это исторические картины, исторические смерти. Вот нам важны не сами художники, не сами конкретные сюжеты, а места происхождения этих художников, кто брался за эти темы вопреки русской традиции. И вот обращайте внимание главным образом на то, что выделено красным. Это «Соблиствери» творожников, это из-под Масальска, Калужского, Шаховской. Вот две, пожалуй, классические смертные картины в истории русской живописи, главные. Это «Смерть переселенца», якобы из-под Казани. Вот то же самое в увеличенном. Это не «Смерть переселенца», а «Превал арестантов», конечно. И «Смерть переселенца» передвижника Сергея Иванова, родившегося в Рузе, к западу от Москвы, примерно 100 километров. Ну и дальше, я не буду комментировать, просто пролистаю некоторые вещи. Липецк, Хвалынск, Петров, Воткин. И у него есть и «Смерть комиссара», потом, как вы знаете. Похороны. Ну и все из того же Чекалинова, кстати говоря, из того же самого маленького городка России в Тульской области. Уже середина XX века. Калужские Думеничи, революционные события, Козельск, Тверская и Максатиха, затерянные в лесах, Пенза, Волоколамск, опять же там все близ Рузы, опять Волоколамск, страшная картина о терроре на Урале, белом терроре, причем на Урале, сейчас все вздыхают по поводу царской семьи, там якобы сброшенной в шахту, а то, что творилось с противоположной стороны, как-то сейчас пытаются не называть, а происходило не менее страшно, если не более. Но опять же, это пишет художник не из Москвы, не из Владимирской области, а из Калужского, Козельска. Знаменитая картина Пластова «Фашист пролетел», а, наверное, знаете эту историю с этой картиной, что ее будто бы повесили в Ялте во время Ялтинской конференции, и Рузвельт, глядя на нее, так впечатлился, что приблизил время открытия Второго фронта. Вот этот вот самолежит пастушок, убитый из пулемета улетающего немецкого самолета. Ну и еще некоторые картины за военной тематики. Обращаем внимание главным образом на то, что выделено красным. Елец, Ельня, Волоколамск, уже современный художник, наш современник, Сычевка смоленская, опять Максатиха, Ульяновск. Вот смерть комиссара Петрова Водкина знаменитая. Опять же, современные художники, уже сюжеты Чеченской войны. Иванов, уже почти наш современник, один из немногих художников советского времени, который писал бытовые сюжеты о смерти. что в то время совершенно не приветствовалось, как вы знаете, должны были картины оптимистичные. Он вот как бы этим занимался. Ну и это еще Ржевский художник. Это Виктор Попков, знаменитый. У него целый цикл. И сам он погиб странной смертью, удивительной. Апофеоз. Он сам родился в Москве, но родная деревня его обозначена между Сухиничем и Козельском к юго-западу. От Москвы примерно километров двести. И вот что называется свою смерть как бы предсказывает. Знаменитая картина того времени «Хороший человек» была бабка Анисия. Ну это уже что-то какое-то иная трактовка у Рыбинского художника. А это для меня совершенно удивительная вещь. Художник из Костромской глубинки почему-то решил написать смерть жены Сталина. Самоубийство якобы. Чем это объяснить? Я просто теряюсь. Может быть какую-нибудь версию сформулирует потом. Он хотел сделать приятное Сталину таким образом. Ну вот нужно было быть из Костромских лесов, чтобы выбрать такой сюжет. Ну и вот. Вот теперь вот эти художники положенные на карту вместе с литераторами, вместе с фольклорными сюжетами, где какое-то место обыгрывается. Вот локализация этих смертей, которая опять нам дает довольно четкий ареол вокруг Москвы. Все со страшным покончено, дальше будет немножко повеселее. вот таинственное. Ну например город Китиш, который якобы ушел под воду озера Светлое или Светлояр на севере Нижегородской области. Нужно отъехать от Москвы на определенное расстояние, чтобы верить в то, что там может быть что-то таинственное. Мы не можем поверить, что чудо происходит на улице Горькова или как она сейчас называется Тверская кажется. Трудно в это поверить. А то, что где-то в Костромских лесах происходит чудо, мы готовы поверить. И значит, там уже Москва кончилась. Прямое влияние Москвы. Вот чудовище озера Бросно на западе Тверской области. Там существует устойчивое предание, что там живет русское лохнецкое чудище. Это примерно километров 300 к западу, север-западу от Москвы. Плакат, предлагающий не беспокоить этого сам зверя, а вот до 3070 километров, извините, я вообще все расстояние. Укромно начинаются те места, где может существовать нечто, не согласное с московской централизованной властью, но не мешающее ей. Вот, в частности, старообрядческие скиты, все в районе того же мифического града Китежа, расположенные по Керженцу в Нижегородском заволжье, которые существовали примерно 200 лет, и только уже во второй половине XIX века их ликвидировали. Вот уже говорилось о разбойничьих преданиях, но совершенно топографически четко указано, до какого места разбойники могут, в народной песне указано, до какого места могут доплыть. Долгийского, там, где Макарьев монастырь на Волге, это между Нижним Новгородом и Казанью. А если они дальше поплывут, вот за устье речки Керженка, то от Аманушки быть зарезану, и Сауловске быть повержену. Здесь уже вступает в силу московская централизованная власть. Следующая позиция, которую я назвал замшелы, тихо или упадочно, вот ряд литературных географических персонажей, где писатель или поэт описывает свои родные города или местности, откуда он происходит, и какие он дает им названия. Обратите внимание на многочисленность префиксов «за». За Тишье, за Пустение, за Холустье, за Колоченный, за Валяйск, но Имшанск еще. Они опять примерно выстраиваются вот по той линии удаленности от столицы, которую мы с вами уже посмотрели на предыдущих картах. Ну и вот еще некоторые проявления этого. В районе Кимр, знаменитая картина Максимова «Все в прошлом», все остановилось. Где-то в Москве жизнь бьет, где-то в Петербурге она кипит, а вот в каком-то провале между ними, на некотором удалении от столицы «Все». Там дожидываются последние деньки, уже господский дом заколочен, как вы видите, стоит, старая барыня живет у няньки в флигеле, заканчивается интенсивная жизнь. И на ту же тему, правда, с молодой девушкой, но это призрак. Борисов-Мусатов в районе Пензы примерно, это реальная усадьба существующая. Да, ходит вроде как еще барышня, но это призрак. А то были более или менее, даже не более или менее, ну, скажем так, проявления, которые можно было бы назвать субъективными, увиденными отдельным художником, там, подобранные мною. А вот более или менее объективная картина. Здесь нанесены те города, которые были в древолюционной России уездными центрами, уездными центрами, и которые к настоящему времени, к 90-му году, к концу советского периода, либо не доросли до официального критерия людности города в 12 тысяч человек, они маленькие, у них все было для того, чтобы вырасти, они были уездными центрами, но они не выросли. Или превратились в поселки городского типа или в села, или вообще, как Корчева и Малога, были затоплены водными водохранилищами. И опять мы видим очень четко оконтуренную территорию, где провалов нет, где ничто не умерло. А вот дальше начинается уже концентрация населенных пунктов, которые не смогли вырасти. Они уже слишком далеки от Москвы, если речь идет о северо-востоке, или попали в зону слишком серьезных разорений, если речь идет о Западе, потому что здесь прокатилась война. Иллюстрация к этим местам, где упадочная, где все замерло, Вышний Волочек, еще один Вышний Волочек, Ржев. Кстати говоря, художник Проваторов, который эту картину написал, и у которого очень много картины именно таких. Он работал возле Ржева. Это сын знаменитого белорусского дирижера Проваторова. И сам умер совершенно невозможной смертью в наше время. Это уже начало 2000-х годов. Он, идя в свою деревню от станции, замерз в пути просто-напросто в 21 веке. Ну вот еще его одна вещь об одиночестве. Следующая позиция непроходима, где мы видим, что люди смотрят с возможностью передвижения как на нечто непреодолимое в этих местах. Очень выразительная картина Творожникова «Бездорожье в Тверской губернии». И в литературе, скажем, о Темникове, о Ксюмарон «Непроходимый путь к нему ведет», пишет Козлов, сам выходец из этого Темникова и описывающий его. Ну или вот еще кто-нибудь читал «Епифанские шлюзы» Платонова? Помните, о чем там речь? Строительство канала, которое должно было соединить АКУ с Доном, соединить два бассейна, Каспийский и Азовский, но кончается тем, что предприятие не сбывается, воды не хватает, первая барка прошла, и Санкт-Петербург уже ходу нет, и английский инженер трагически погибает, инженер, который занимался этим. Вот если помните Кинчевскую трассу Е-95, там выдропушки из нор выходят выдры и перегрызают телефонный кабель, обрывая связь между Москвой и Петербургом. Гребенщиков застревает на пути из Калинина в Тверь, как такая большая рыба полупроходная в своем аквариуме, а из Калинина в Тверь это значит как бы никуда, как вы прекрасно понимаете. Калинин старое название, советское название Твери. И вот однажды я примерно на эту тему шел читать лекцию в библиотеку Тургенева у Кировской. Чистые пруды это все, да? Чистые пруды, пардон. У меня на кухне работает радио все время, и вот я уже закрываю дверь и в это время читает в свои стихи какая-то поэтесса, которая мне тогда была неизвестна, она вроде бы известна и теперь, я нашел ее в интернете потом, что провез меня по всей России и зарезал около торжка, место, где останавливается что-то, где опять что-то движется из Москвы или в Москву, но не может преодолеть этого рубежа. Ну и самая, пожалуй, сильная вещь это написанное под Удомли, где сейчас Калининская атомная электростанция над вечным покоем Левитана. Никакого движения, вечный покой. Следующий, замедленного времени. Это примерно о том же, но не в пространстве, а в течение времени. Пушкин, находясь под старицей в Берново, пишет, что для него еще не прошли, что там еще не прошли времена про Стакова и Скотинина. Это примерно сколько лет на скидку между Фонвидиным и Пушкиным? Ну, примерно полвека, где-то там 45 получается. Вот примерно полвека отстает в развитии эта рубежная территория, куда Москва своими щупальцами не дотягивается и Петербург не дотягивается. Инна Гофф известная своей песней «Русское поле», если вы помните. В Касимове, в Рязанском наоке встречает слово «Мещанка» еще старой коннотации без той обидной шелухи, которая потом на него налетела. Ахматова, Слепнева, Подбеженском, а мы живем как при Екатерине. Это уже на полтора века примерно назад мы откручиваем. Ну и таких вот цитат порядочно вплоть до современного барда Дмитрия, который называется Дик Курцман о Череповце. Он примерно то же самое пишет, что вот там время остановилось, хотя сегодня Череповец это уже металлургический гигант, огромный город, а вовсе не тот, который был во времена Игоря Северянина, но и при Северянине остановка и сегодня. Любой писатель, который вот как бы которому на зубок попадает такое место, где он чувствует, что вот оно все кончилось под столичную область, наступила провинция, наступила глушь, и всячески пытаются, что называется, изгаляться над этими маленькими городками, сравнивая их как будто специально с чем-то или иностранным, или вообще инопланетным. «Ты случайно не марсиален?» спросила Завуч. «Ах да, ты из Калязина». Опять же художники, выходцы с этого рубежа еще припоминают какие-то элементы язычества, это опахивание мясоедовское, чтобы коровья смерть, чума не прошла на территорию деревню, там раздевают девушкой, ночью с бараной гоняют их вокруг деревни, где еще живы эти языческие обряды, которые художники подсмотрели. Причвин, работая на востоке Смоленщины, видит остатки язычества, живые еще остатки язычества. У жителей Моценска, которых называют Амчане, сохранилось предание, что их крестили только в 15 веке, а до этого они сохраняли якобы язычество. И народно. Это почти то же самое, но вот как бы здесь идет речь о том, что жители этих городков не склонны себя ассоциировать с централизованной Россией. Они себя видят как будто бы в каком-то своем коконе. Вот тот же самый Моценск у Тургенева. Ну так что, что в России? А я Мчанин, я из Моценска. Любишь ли ты Россию? Нет, я люблю Калязин, говорит мальчик-герой Анчаровский. Не по себе мы ощущаем себя, там средний москвич, модель москвича, который выезжает от Москвы, начинает себя ощущать не по себе, как Ахматова, правда, из Петербурга, но характеристика все равно та же самая. Куприн, попадая в Мещору, Рязанскую Мещору, в Туму, в глубину болот, вот видит себя человеком с другой планеты. Цветаево, несчастный, который в гражданскую войну поехал менять вещи на юг тогда Тамбовской губернии, ныне это Липецкая область, встречает вот такой афронт от местных, причем именно на противопоставлении. Ты видишь московка. Ну и так далее, всякие обидные слова. Вот наверняка все видели, его в интернете полно, этого художника Шульженко, который наисаркастическим образом настроен по отношению к русской провинции и изображает ее жуткими совершенно, не то что даже карикатурными, а фарсовыми картинами. И в интервью он объясняет, что всего этого он осмотрелся в свое время, в детстве, когда его каждый год вывозили в дачу под Касимовым, и где он это все и видел, и вот таким образом отображает своих полотнах. Ну и вот пастернаковские две строчки, которые просто выражают именно вот эту мысль не по себе. Он оказывается на юге Танбовской области, где-то километров 350-400 от Москвы к юго-востоку, в каком диком мыслящем крае. К этой, конечно, категории мы должны отнести тот самый арзамасский ужас Толстого, который он испытал, когда ехал из Москвы в Пензенскую губернию, остановился в арзамассе в какой-то страшной гостинице, и вот ему ночью явилось что-то вроде смерти. То есть он вот это увидел, что называется. Это у него описано и в биографических его заметках, и в одном из его произведений. И вот это удивительное тоже по творческому накалу «Болдинская осень Пушкина» она попадает тоже примерно на то же удаление, на тот же самый эллипс, который мы нарисовали вокруг Москвы. Дайте себе труд, пожалуйста, прочесть вот этот небольшой абзац. Это мой коллега, на один год меня старше, Владимир Иванович Евдокимов, географ, геоморфолог. Недавно издал книжку таких своих наблюдений за впечатления от своих поездок по стране. И вот не очень понятно почему, но опять же на этом удалении он заявляет, что здесь все время люди ссорятся, здесь происходит какой-то накал страстей. Вот теперь немножко о позитиве. все-таки есть и хорошие стороны удаленности от Москвы. С этого рубежа примерно происходят наши главные фольклористы. Это достаточно далеко от Москвы, чтобы фольклор здесь сохранялся и был живым. Но уже достаточно близко, чтобы Москва на него смотрела академическим взглядом. Афанасьев русские народные сказки, основные собиратели фольклора Якушкин, Сергей Максимов, писатель-этнограф Киреевский, там Причин, который очень много работал географ этнографической тематикой Барсов, создатели русских народных хоров или ансамблей Андреев в Бяжицке, балалайчнике Андреевске знаменитой или хор Пятницкого, ныне почти забытый, а когда-то, если помните, звучавший ежедневно из всех репродукторов с очень своими мощными песнями, так называемый князь Юрка Голицын, который создал в свое время из крепостных девушек тоже русский народный хор, и потом с ним гастролировала по Западной Европе. О Нагибин, по-моему, о нем есть рассказ. Он так и называет князь Юрка Голицын, по-моему. И даже первые русские модельеры, которые пытались использовать фольклорные мотивы в своем модельерном деле, а тогда это еще не называлось модельерами, это просто была модная портниха, они тоже как мы видим из юг Нижегородской области. Сергачи, жители с востока Нижегородской области, которые дрессировали медведей, которых покупали у марийцев и чуваши и водили по всей стране. знаменитый генерал Топтыгин Некрасовский, это вот как раз сергальский медведь, тоже своего рода такое фольклорное положение. Мы достаточно далеко от Москвы, чтобы здесь были медведи, но достаточно близко, чтобы водить их в Москву на апотеху публики. Говоря об Архнадзоре, предшественнике Архнадзора как раз люди, которые были озабочены именно сохранением старой русской архитектуры в первые советские годы, самые известные реставраторы, Барановские, ополовников, инициаторы создания музеев под открытым небом, которые свозили умирающие деревянные постройки, они тоже, как мы видим, не сблизи Москвы, это Вязьма, это Скопин, это Сележаровский район в районе озера Селегер, и ключевые деятели ВООПИК, помните, когда создавали мы все взносы, 2 копейки или 4 копейки на охрану памятников и получали марочку такую. Основные деятели, которые, что называется, предоставили свои имена под это дело, тоже красно выделены места их происхождения. Это те, кто уже вовлечен в московский космополитический мир, но тем не менее еще сохраняет тягу к тем отдаленным от Москвы корням, откуда они вышли. Ну и последняя позиция, уже постепенно идем к окончанию. Это смешно. Описатели, художники потешаются над этими местами. Ну вот цитата Салтыкова Седрина, а можно не зачитывать, да, она видна. Вот корчевая, это то, что под Конаковым, возле Твери, что затоплено сегодня, ее уже нет, этой корчевы, но вот такая вот о ней осталась точка зрения Салтыкова Седрина. И вот мы тоже с нашими студентами, это делала Таня Сишенко несколько лет назад, положили на карту вот эти оперативные упоминания, насмешки над городами или местностями. Вот Москва опять же у нас обозначена звездочкой, и вот как они легли вокруг Москвы. Над Владимирской областью не смеются, над Ивановской не смеются, над Костромской тоже, над Югом Ярославской не смеются, но тут еще вот что отвечает, не смеются над Смоленщиной, а Смоленщиной много разных других маркеров того, что она периферийна и удалена, но смеяться над ней ни у кого не поворачивается язык, потому что все-таки это земля героическая. Если кто-нибудь знает что-нибудь о смешной отзыв о Вязьме, о Сычевке, о Дорогобуже, сообщите мне, пожалуйста, или прямо сейчас, или потом, или по электронной пульте, которая будет в последнем кадре. Это то же самое, только с подписями одних городов, где хорошо виден Волго-Окский бассейн, вот это вот, то, что покрашено бежевым цветом, вот это как раз бассейн Волги и Оки. И как раз внутри него, в общем-то, и располагается более или менее выраженный ареал, свободный от пиератива. И он более или менее не совпадает с теми, что мы показывали на предыдущих картах. Ну, собственно говоря, вот тот метод, который здесь применен, который я вам демонстрирую, он выражен буквально в полутора строках по Устовским. Как можно ближе к Москве, но как можно более от Москвы отличающийся. Мы, наверное, могли бы, вот если возвращаться к разговору о научной географии, с которого сам Рустам начал разговор, снарядить экспедиции во всех этих направлениях с каким-то опросником, с каким-то тестами и попытаться по этим опросникам и тестам выявить, вот где происходит этот перелом от Подмосковья к иным Россиям, к северу, по Волжью, к югу, к западным окраинам. Ну, мы этого сделать практически не можем. То есть география лишена возможности проводить какие-то такие широкомасштабные экспериментальные исследования, но мы как бы сможем взять условного Пастернака и послать его в Мучкап. Мы можем взять условные Цветаеву и отправить ее в Усмань. Мы можем взять условную Ахматову и отправить ее в Беженск и послушать, прочитать потом спустя сто лет, что они об этих местах написали. И выложив их на карту, увидеть как раз вот то, что я вам на картах показывал. Это можно опрашивать просто непонятно кого в модных ныне социологических обследованиях. Можно использовать впечатление людей, которые доказали свое пространственное чутье своим творчеством и своей популярностью. Еще раз возвращаемся к этим 12 маркерам, которые я вначале представлял. Ну и примерно вот где кончается Москва. На Западе мы сильно прибиты постоянными из века в век повторяющимися вторжениями извне. На Северо-Западе обрезаемся Волгой, которой перпендикулярно московским улучшаем влияние. Волга выступает как барьер, верхняя Волга. На Северо уходим дальше, вот примерно до Рыбинска, опять же, до Волгска, излученной, или до Череповца. А на Северо-Восток, где ничто не препятствует распространению московского влияния, куда уводят Волга, куда уводят Волжские притоки, Москва распространяется где-то примерно до Нижегородско-Чувашских пределов. Ну вот, собственно говоря, метод, результаты, пространственная картина. Картинки, но вот даже когда Касимовский художник с украинской фамилией Шульженко, там мелькает опять Торжок, Новоторжский Борисоглебский монастырь. Торжок возникал много раз. И, конечно, удивительно, место из Чехова про Папу Римского в Торжке, оно находит вот в моем, например, опыте скромном прямое подтверждение. Торжок, 86-й год, экскурсия на Центральной площади. А вот, говорит экскурсовод, церковь Климента Папы Римского, хотя сам Папа Климент никогда в Торжке не бывал. И вряд ли экскурсовод имел в виду это место из Чехова. Вот. У меня еще было замечание к Смоленской, вы с ним знакомы, с этим замечанием к смоленскому юмору. Да, отсутствие вот этого насмехательства, может быть, оно компенсируется таким высоким юмором Твардовского, высоким военным смоленским юмором. Некоторая компенсация. Это не тот юмор, который вы имеете в виду, да, он именно высокий и военный. Это очень интересно, собственно, в рифму к тому, о чем, да, вы сейчас сказали мне. Вот. И третье мое замечание к первой части вот такой страшной, где часть смертей это просто истории последней войны. Да, и казалось бы, поначалу казалось, что это немного о другом, что понятно, почему они здесь, но в действительности это о том же самом, это о рубеже, на котором Москва останавливает внешнее пространство, да, то есть эти военные смерти, это все про тот же, про тот же самый рубеж. Ну, и жалко, мы не видим какую-то, может быть, сводную карту или какую-то, на которой можно было бы, Сергей Вячеславович, остановиться. Вот контур, который вы бы сами предпочли, то ли по заштатным городам, например, они ведь еще ближе. Звенигород с райцентром, перешедшим в Одинцово, а сейчас, прямо сейчас, его присоединяют к Одинцовскому муниципальному округу, то есть совсем близко по Москве-реке подходит этот рубеж, если считать это важным критерием. Вот это то, что у меня сразу возникло, извините, что я это одновременно все выпалил. Я хочу дополнить, сказать только о том, что маркеры в основном исторические, вот, а сейчас на наших глазах, в нашем поколении происходит некое скукоживание страны, подтягивание ее к Москве. У вас тоже были некоторые замечания по вымершим городам, но это происходило где-то в советское время в основном. Но я хочу сказать вот об этом скукоживании. Например, съезжайте в Зарайск, и Москву вы там не найдете совершенно. Кстати, да, за тоже, за Раем находится, но это гораздо ближе уже к Москве, нежели большинство тех пунктов, о которых вы рассказывали. То есть тенденция такова, что скоро Москву мы не найдем где-то уже на расстоянии 100 километров. И, кстати, Зарайск убийство отца Достоевского, усадьба Доровое. Вот там было отмечено, что не Москва, это там, где случаются чудеса. В таком случае, наверное, Останкино, где у Орлового случается альтист Данилов, это тоже не очень Москва, а где-то окраина. Вы помните сцену появления этой феи в Дубленке? Ну да, она из бутылки Кашинской. Кашинского завода? Да. Это как бы принесло туда... Ну да, и там на самом деле пропитано этим, вот все произведение, оно пропитано тем, что воспоминаниями как бы окраиной Москве, о деревенской жизни, о Кашине, опять-таки, где-то принц там жил несчастный шведский, неожиданно. Вот противоположное тому, что было сказано про то, что Москва стягивает, стягивается, да, но вот агломерация разрастается, да, то есть она как бы расширяется и вовлекает в себя ближайшие территории, и сегодня обсуждаются вопросы относительно того, что вообще вот Россия развиваться должна там при 14 агломерациях или чего-то так, да, да, вопрос у меня вот какой. Сегодня Минэкономразвитие активно там продвигает свою стратегию пространственного развития России, возможно, вы про это слышали, что-нибудь можете сказать о вашем отношении к этому? Насколько я знаю, разрабатывается несколько альтернативных стратегий, целый ряд коллективов работает, и, по-моему, здесь даже есть среди присутствующих люди, которые некоторые отношения имеют к этой разработке. Вот эта идея там 14 или 18 агломерации, она мне совершенно непонятна. Никто внятно пока ее, по-моему, объяснить не может, может быть, кто-нибудь из присутствующих что-то на эту тему скажет. Представить себе, ну да, будет московская агломерация, что будет с Костромой, а что будет с Галичем или с Олегаличем, они как-то вообще у нас были не перспективные деревни, а теперь будут не перспективные города, которые будут селять в агломерациях, это непонятно. Что вот из последних предложений именно к этому развитию, мне кажется, более неконструктивным, это вот эти вот 40 там или 43 региона, которые они предлагают выделять вместо 40, Руслан, не помните? ну да, там какое-то вот количество, которые все-таки составят такую более географичную, более терпимую к пространству альтернативу тем вот федеральным округам, которые на сегодня есть, и которые, по-моему, тоже выполняют функцию стягивания в свои центры всего. У меня вопрос следующий, вот мы сейчас говорили о таких в основном пространственном измерении, а если мы все-таки рассмотрим временное измерение, будем откатываться назад, то есть когда появились вот эти ментальные границы и с какого момента можно четко говорить, что они уже есть, потому что наверняка где-нибудь веки в 16-17 их скорее всего и не было, вот такое деление Москва и не Москва. Я скорее стою на вневременной позиции, как и полагается географу, я всегда говорю студентам не учите даты, учите координаты. Пространство обладает некоторыми имманентными свойствами, по моему убеждению, которые репродуцируются из века в век, из эпохи в эпоху. Ну, естественно, конечно, мы не можем говорить о временах до Ивана Калитии, но где-то вот в век из 14-го эти маркеры границ начинают прослеживать. Старшая самая Куликовская битва, допустим, потом Клушинская битва на востоке Смоленщины, это тоже маркеры вот того пространства, которое Москва держит, которое она постоянно контролирует за пределами, которые вот или там до какого места дошел Степан Разин, например, он дошел где-то до Макариево монастыря с Межгородской области, до Лыскала. И эти маркеры примерно поддерживаются. Что они были во времена с Булгарского царства, с Волжской Булгарии. И вот, кстати говоря, Рустам Иврикович в свое время обратил внимание на моей предыдущей лекции, на которой он присутствовал, что многие из этих границ, они как раз соответствуют границам средневековых княжеств Руси. Вот контур, который мы здесь видим, он стремится сблизиться с контуром, если не великого княжения Владимирского, то его ядра. Разве что до Белозерска не достигает. Понятно, что на северо-западе граница, это граница с Тверским княжеством, на западе со Смоленским, отодвинутой от Можайска уже в 1300 году, на юго-западе с черниговскими княжествами в Верхней Аки, а Таруса, мне кажется, вот Таруса просто под московской дачей сейчас, может быть, вы не согласитесь, но так или иначе, Таруса черниговский город, и тогда вопрос, что продвигает Москву в Тульском направлении и в Рязанском, вот я бы оставил под вопрос поглощения Рязани, Москвой, и особенно, может быть, и Тулы. Что здесь продвигает Москва? Только что прозвучало возражение относительно Зарайска. Это возражение касалось бы того, что вся Рязанщина оказывается вне этого контура, и это действительно другое княжество. То есть, если согласиться, что Рязанщина вне этого контура, то мы почти совпадаем с внешними границами Великого княжества, за исключением вот этого Тульского прохода, который уже Дмитрий Донской пробивал, в конце концов, между Черниговским Юго-Западом и Рязанским Юго-Востоком на Дон, на Елец. То есть, в этом смысле историческое объяснение тоже, мне кажется, было бы очень убедительным. Вот именно на этой карте. Вы считаете, что Рязань это центральное московское пространство? Ну, во-первых, то, что называется Рязанью, это как бы переславли Рязанские по тем временам. Рязань это Спаск Рязанский, это Рязань, которая была за Великим Книжением, которая была разорена на противоположной стороне от Спаска Рязанского. И как раз, как мы видим, граница ровно по Спаску Рязанскому здесь и пробита. По поводу Южного прорыва вы сами ответили на этот вопрос. Куликовская битва попадает ровно на зеленый контур, где Москва перешагнула свой естественный предел и вышла к верховьям Дона, когда великий князь получает прозвание Донского, мы недооцениваем значение такого прозвания. Это же территориальное присвоение в каком-то смысле. В этом я хотел сказать о том, что в какой-то момент я себя поймал на мысли, где проходит граница между Москвой и не Москвой в Москве. И обнаружил, что это очень просто, по железной дороге. Стоит приблизиться к какой-нибудь... Я поймал себя на мысли на том, когда ехал с какой-то периферийной станцией в Москву на вокзал, и вдруг понял, что подойдя к станции, я понял, что это уже не Москва. Что станция, вот она такая же, как где-нибудь в том же Торжке, если она там есть, не помню. Но она такая же, там киоски такие же, люди такие же, они куда-то идут так же. И Москва где-то кончилась, и началась только на вокзале. Это очень правильное и совершенно справедливое наблюдение. Внутри самой Москвы многократно, ну как бы не многократно, а, наверное, трижды осциллирует вот эта вот волна. Мы идем от максимума с московскости вот здесь где-то, а потом мы наблюдаем провал, поднятие, провал, поднятие, а потом идет вот это вот снижение уже до иной России, вне московской. А так все совершенно справедливо. Вы недавно сказали, что вы не рассматриваете как бы временную координату. То есть для вас все исторические, культурные события, рождение, там смерти и так далее, они как бы вот происходят вне времени и накладываются просто на карту. В то же время лекция названа «Границы московской ментальности». Так вот, ментальность, это тоже как бы не меняется никогда, то есть она всегда одинакова, прямо вот с незапамятных веков и до настоящего времени. Тогда просьба большая сказать, что значит московская ментальность. Да, так сказать, определение тому границы, чего вы пытаетесь сейчас определить с помощью многочисленных литературных, художественных, каких-то субъективно-экзистенциальных ИТП и ТД ассоциаций. Спасибо. Ректорат предложил Сергею Вячеславовичу слово в анонс. Теперь вот что делать с этим? Я, честно говоря, не очень люблю это слово «ментальное», но потом все-таки заголовок и тема сегодняшней лекции немножко другая. Не граница ментальности, а ментальный скорее как это у нас названо? Ментальные границы, да? То есть по существу ментальный метод выделения этих границ. Вот еще о чем идет речь. Границы прямого непосредственного влияния Москвы, прямой радиации. Я попробую попытаюсь ответить. Значит, на мой взгляд, конечно, слово «ментальное» здесь может быть не самое удачное, скорее это перцепционные границы. Тут вопрос восприятия. Московское или перцепционное? Восприятие, да. Перцепция, да-да-да. Перцепция чего? Перцепция московского пространства. Московское или не московское? Вот докуда Москва себя видит? Чья перцепция? Хорошо. Да, тогда замечательно. Ну, тогда я попробую, значит, у меня будет тогда тоже еще комментарий по поводу карты, и может быть, он будет немножко растянутый, поэтому прошу прощения, но… Да, Блок говорил, «Русь опоясана реками и дебрями окружена». Вот эта вот опоясанность реками – это как раз междуречье о Киеве и Волге, которую мы здесь очень хорошо видим. и перцепция может быть очень многослойна. Во-первых, здесь была представлена именно перцепция, может быть, она немножко избранная была, но она базировалась на все-таки культурно-исторических фактах, которые показывают московское и не московское. Эту же перцепцию можно потреблять… Вот Рустам всегда уклонит в исторические границы княжеств, и они действительно до сих пор видны очень хорошо. А есть еще замечательная ландшафтная перцепция. Когда вы пересекаете Аку, вы сразу чувствуете дыхание южных полей. Как только вы взбираетесь на среднерусскую возвышенность, на этот взлобик после границы Серпухов-Ступина-Кашира, совершенно другой ландшафт идет. Плюс московские земли, они везде обрубаются с востока и с севера, их обрубают вот эти гигантские зандровые равнины Полесий. Подходя к краю Аки в районе будь то у Касимова. Очень четко чувствуется, что вот он, мир обитаемый закончился, а Акумен она за спиной, дальше земля неведомая и незнаемая. И это будет повторяться точно так же в районе Пашихонья и в районе Ярославля. А вот северный кусочек Костромской с Олегаличем Чухлым и там вопрос уже в доразделов. Потому что эта территория освоенная со стороны Волги. Я сам пытался пройти от Олегалича в сторону Тотьмы и могу сказать, что это веселое приключение, хотя когда-то там был солевозный старый тракт, причем отмеченный замечательными памятниками Тотемского барокка, была жиловая дорога, но то, что сейчас это точка недоступности некоторая вообще, такое великое ничто и внутренний компас очень четко показывает, что ты покидаешь московские пределы навсегда и оказываешься в пределах каких-то других. Какие другие? Ну, Вологда, она на самом деле себя маркирует вообще как земля новгородская, и это еще с Вологодской Софии пошло, как пята Софии, как точка фиксации пространства. А дальше очень интересно посмотреть, допустим, если вы обратите внимание, я не знаю, как сейчас, но лет 15 назад в городах было очень много афиш и объявлений. а фольклорные коллективы, там не только фольклорные выступления каких-то артистов, театров, гастроли, так Вологде в основном же питерские коллективы. Москва туда вообще практически не проникает. А вот с Петербургом очень крепкие связи. Вот так что на самом деле это вот здесь можно с очень разных сторон заходить, но так или иначе все доводы, они будут перекрывать, граница не будет какой-то единой, четкой, но они подтверждают друг друга очень красиво. И вопрос еще в какой степени подробности мы рассматриваем пространство. Потому что в данном случае если мы не рассматриваем именно московский мир, я бы сказал, что здесь масштаб достаточно мелкий, потому что при укрупнении конечно и Рязань, и Тула, и Ярославль это все-таки свои миры внутри московского, сопряженные с московским. Калуга, да-да-да. То есть они отдельные, но если мы генерализуем, поднимаемся на более высокий уровень, то действительно это зона Москвы. Я бы дополнил, возвращаясь к своему взгляду на этот контур, поскольку на внешних сторонах этих границ лежат древние смежные земли, то, предположим, на западе излучение Смоленска, влияние Смоленска начинает перекрывать влияние Москвы. Где-то либо до Вязьмы у Гагарина, но не позже Вязьмы. Так тоже можно ответить, если все-таки считать, что историческая география, география земель и княжений здесь играет главную роль. Северо-восточный рубеж это, конечно, более-менее подвижный рубеж дикого поля, потому что старая Рязань напротив Спаска Рязанского первой встретила Баты, и она была не центральным городом княжества, а парадоксальным образом пограничным. Это такая линия Ильи Муромса и старой Рязани. То же самое касается Верховья Вдона. Это довольно устойчивая граница дикого поля, за которой начинается... Вот еще, Сергей Александрович, непринятый в соображении аспект, это Дикий Барин на Юго-Востоке, такой Дикий Барин. Их было довольно много, то ли они были из Касимовских Мурс поначалу, или еще откуда-нибудь. Такие Бари, на которых нет управы. Это юго-восточное явление. Довольно много в границах Дикого поля, Тамбовщине, Дальнее Рязанщине. Вот на мой взгляд, это вполне очевидно. Я, наверное, тоже продолжу отвечать на важный очень вопрос. Ну вот здесь прозвучала точка зрения про перцепционные районы, да, и про то, что это некое восприятие, скажем так. Ну это так, но я бы, наверное, адресовал другую идею, очень схожей, правда, территориальной идентичности. Дело в том, что как бы это территория, воспринимающая себя как целая, и воспринимающая себя как пространство с границами. Ну то есть воспринимающая себя, то есть люди, проживающие здесь, это как бы центральные русские. Мы можем сказать, что Россия состоит как бы из устойчивых, ну что ли, территориальных общностей людей. Это уж такая кондовая география пошла, вот как бы в ней выражаются такими странными терминами. И эти территориальные общности людей сформировались в, ну что ли, в движении истории в пространстве. Но мы можем пойти от самого начала, о чем Сергей Вячеславович в процессе сказал, от речных бассейнов, которые детерминировали расселение, расселение славян, затем, соответственно, несколько волн московской колонизации. А в свое время, по-моему, в 1890-х годах Петр Петрович Семенов, который тогда еще не был Тяньшанским, написал статью «Участие России в колонизационном движении европейских народов», где писал «В общении колонизации Сибири или Центральной Азии», описал о первом русском колонизационном фронтире, о фронтире степи. Южная граница здесь очень четко отбивает ровно те места, которые воспринимались тогда, когда колонизация еще не считалась бранным словом, а считалась как бы, ну, естественным бременем белого человека, что тоже тогда считалось положительным явлением. В процессе этой колонизации происходил этногенез русских как большого народа, объединение их из каких-то локальных общностей в нечто такое сверхцентрализованное, но очень похоже на французов. Во Франции тоже ослабленная территориальная идентичность, это не Америка, где она пышет и выпирает, да и где мы не можем видеть настолько сглаженных границ, как здесь. Соответственно, от этого от помноженной на физическую географию как бы идеи расселения возникают, во-первых, нынешние контуры расселения, которые дальше как бы пульсируют какие-то места, активизируются, какие-то места уходят в прошлое. И сегодня мы видим это в границах очень похожей на вот эту штуку, границах некого там центрально-российского урбанизированного региона. Это не московская агломерация, некое такое более аморфное широкое образование, которое в институте географии выделили где-то в середине 90-х годов, как вот сформировавшуюся в России. Соответственно, от этого дальше в сегодняшнем проявлении мы видим там иерархию услуг, и сформировавшиеся образовательные центры, как директивно формировавшиеся в советское время, так и сформировавшиеся рыночным образом сегодня. Но вы абсолютно правы, говоря о том, что не очень понятно, чьи эти границы и примеры, которые прозвучали сегодня, подобраны наиболее рельефно, но, наверное, не наиболее логичным образом. Но, тем не менее, именно эта граница, проявлять эту границу удобнее всего так. Потому что, если мы будем рассматривать конкретные процессы расселения, ну, было очень много его, волны не накладывались друг на друга, там, мещера активировалась и уходила в прошлое. А если мы будем смотреть на какие-то частные границы, которые для нас очень важны, мы сильно размоем эту идею. Если мы возьмем, ну, как бы, Леонид Викторович Смирнягин назвал это эффектом трилобита. В горной породе трилобита сотые доли процента. Но именно по трилобиту я определяю возраст этой породы. Ровно так же здесь. А проявлений настолько глубокого осмысления пространства, как у хорошего, укорененного в месте художника, очень мало. Но именно оно наиболее рельефно. Я вот еще подумал про этот двоящийся контур Твери, самой Твери. Мы сказали, что Тверское княжество может быть, служит здесь иным по отношению к Москве, но контур двоится и то включает Тверь, то нет. И ведь действительно Тверь изначально часть системы Великого княжения Владимирского, она во времени дрейфует от Москвы на северо-запад. Во времени. То есть она сама по себе двоящаяся вещь. Это тоже видно в этой модели. А вот, кстати, повыше между Корчево и Малога я бы перешел в Волгу, потому что Пашихонья-Щедрина, это не Пашихонья, а Калязинский уезд. И, конечно, Пашихонская старина определяет Калязинский уезд на правом берегу, пониже Мышкина, как провинцию. Вот такое. Ну, это мелкие коррективы к контуру. Да, о них можно... А? Для Калязина? Нет, Пашихонской старины достаточно, а уж затопленного Калязинского монастыря и колокольни городской тоже. В общем, это сильные образы. Просто если о нюансах, то я, допустим, бы от Елати до Горбатого провел бы по Оке. Вот линию просто. Там вот Княгинина, ну, то есть здесь именно, опять же, если перцепционно смотреть, то вот Ока там, конечно, очень четкая граница именно как раз московского мира. Ну, потому что просто он идет по пунсонам отмеченным, и у нас как раз, ну, можно было бы вполне... Напомню, эта карта на экране, это карта заштатных, выведенных за штат пунктов, да, то есть это не единственный возможный контур, да, Сергей Вячеславович? Мы просто остановили слайды на этой карте. Значит, первое, что хотелось бы сказать, наша страна, да, московское княжество, московское государство, мы называем централизованное русское, да, потом Российская империя, точнее, нет, Российской империи нет, наверное, но сначала все-таки княжество и московское государство развивается как городоцентричная, да, страна, мы так развиваемся, как Рим, как Византия, наверное, да, наша страна, нашу страну даже внешне называли Московия, а не русское государство, потому что мы были не единственные русские, вот только что про русских сказали, но было еще Великое княжество Литовское и Русское, которое тоже себя фактически идентифицировало и, ну, претендовало на наследие Древней Руси, поэтому вот о том, о чем мы сегодня говорим, вот эта граница Москва-не Москва, она становится очень важной, и коренные земли, изначальные земли московского княжества, и ее, ну, такое первое влияние, первое присоединение к московскому княжеству, они оказываются очень важными, и фактически то, что мы видим на карте, это как раз то самое московское княжество, если шире брать, Великое Владимирское, наверное. Да, мы его очень хорошо видим, но если рассматривать дальше, то надо понимать, что все-таки кроме Москвы у нас еще существовали несколько крупнейших центров, прежде всего, Великий Новгород, который мы присоединили, ну, мы московское княжество, да, второй половине 15 века, и Великий Новгород стал вторым по значению городом, он не уступал Москве в численности населения на тот момент, количество церквей, ну, в общем, и так далее, это был явно второй центр, и с 15 века наша страна развивается как-то такая двух, ну, у нас два главные города, Москва и Новгород, ну, до, конечно, разорения Ивана Грозного, который очень сильно, конечно, а потом и смутное время, шведская оккупация, да, Новгород перестал ту роль занимать, которую он занимал в 15 и 16 веках, и здесь очень важно понимать, что у нас вот эти границы, они внутри страны, они друг с другом борются, мы двуполярная страна, и, как ни странно, Новгород уходит, да, вот после разорения Ивана Грозного и после смутного времени, его значение вроде бы падает, а потом раз, и возникает Петербург, это новый, великий Новгород, на самом деле, по большому счету, вот, и наша страна, она тоже и сейчас до сих пор воспринимается как, у нас две столицы, был Петербург в столице, Москва вторая, теперь Москва первая, Петербург второй, но это ничего не меняет, мы все равно двуполярная страна, у нас вот эти два города, вот как они сформировались в 15 веке, Москва и Великий Новгород, так и сейчас эти все вещи остаются, мне кажется, и вот здесь интересно было бы, как продолжение, может быть, исследования, понять, какие границы есть у Великого Новгорода и Петербурга, как его преемника, и понимать, где проходит, где вот эта граница проходит, а ведь это безумно интересно, вот буквально, если посмотреть на Ярославскую область, там тоже делится все по вот этому признаку, Москва-Петербург, Ярославль явно маркер Москвы, точнее, да, Москвы, конечно, с узорочной архитектурой, со средневековыми постройками, Петербург – это, безусловно, Рыбинск, причем это буквально наблюдается, вот для меня было открытием, оказывается, значит, железная дорога пришла одновременно в Рыбинск и в Ярославль, но в Ярославль железная дорога пришла из Москвы, а в Рыбинск она пришла из Петербурга, от Балагоя, их соединили только в конце 19 века, и архитектура отличается, да, вот Ярославль, ярославская архитектура, она ближе к московской, хотя мы понимаем, что на самом деле, если мы возьмем какой-нибудь 17 век, то Ярославль и Москва архитектурно – это разные регионы, и даже более того, Ярославль, ну, да, он соперник Москвы, опять же, да, он заменил собой в какой-то степени Великий Новгород, раньше Великий Новгород был большой торговец, да, а в 17 веке ему перекрыли все эти пути, а зато Ярославль, через который шла дорога на север и торговля с Англией, с Европой, да, он занял место Новгорода, мы тоже это должны понимать, но, например, на 19 век Ярославль явно маркер Москвы, а Рыбинск явно Петербурга, с этой петербургской архитектурой, сплошной застройкой фасадов и собором, который явно тоже петербургский, классицистический, вот порассуждать на эти темы, мне кажется, было бы интересно, может быть, в будущее наше собрание, спасибо большое. Сергей Федорович, мне кажется, отчасти об этом сказали, когда сказали, что Ахматова про Бежицк это питерский взгляд и вот часть этих заштатных городов может обозначать линию влияния Петербурга, а не Москвы, и именно Ахматовский Бежицк это может быть взгляд с северо-запада, и на торжок можно смотреть из Петербурга, а не из Москвы, как на рубеж новгородской земли. Спасибо большое. Я абсолютно согласен с тем, что вы сказали по поводу Рыбинска и вот этого разделения. Вот были даже поговорки, их приводят именно в Семчанский, Ярославль городок, Москвы уголок, Рыбинск городок, Питер уголок. Я бы единственное рискнул бы добавить, что мы не двухполярные, мы трехполярные, трехполярные образования, потому что есть еще Киев. Я добавлю очень короткую реплику про Рыбинск. Рыбинск вообще развиваться как аванпорт Петербурга на Волге. Это же главная хлебная биржа, отсюда, собственно говоря, все связи. Поэтому самая северная точка Волги, куда доходил хлеб с Поволжья, дальше перегружали на железную дорогу и в Питер. Но после того, как мариинская система уже себя зажила немножко. и он там даже зимовал хлеб. Почему риминские элеваторы? Он успевал дойти по навигации по Волге, зимовал там, а потом весной уже дальше шел по мариинской системе Петербурга. Есть еще языковой вопрос, очень известный. Много исследований на тему Оконья, Аконья, Русь, не Русь. И это, ну, в том числе у Зарезняка есть такие открытые лекции на эту тему. Так вот, Новгород, Москва или Петербург, Москва, это все прослеживается как раз на русском языке. Собственно, Оконья заканчивается на Москве и начинается Аконья. Это город, где, собственно, взрывной Г с Аконьем, а к северу, соответственно, увеличивается взрывное, уменьшается ОА. На юг, соответственно, наоборот. И эта штука, она ведь прослеживается по всему. И Украина, и все, и там Киев, это все линия, на самом деле, запада условная и некого Востока. И поэтому здесь она совершенно четко прослеживается, очень интересно. Это вопрос о включении диалектологии в ваши размышления. Будет комментарий? Мне так кажется, что вот этот контур разделен на область литературной нормы. Все-таки Геканье это третий пояс. А этот контур разделен на область литературной нормы, которая иначе лежит, к Питеру лежит. И область Оконья, которая уже во Владимире слышна, а уж тем более за Волгой. Это существенный, как вам кажется, пласт? Да, это как раз одно из объяснений, почему Москва здесь. Потому что она как раз оказалась на слиянии двух колонизационных потоков. Новгородско-Черниговского, Днепровского и Волховского, Новгородского. Но не совсем, наверное, через Москву проходит линия Оконьяк, а чуть севернее. Вот ближайшее, по-моему, место, где мы ближе всего к Москве можем встретить живое Оконье, это Александров. Это 111 километров от Москвы на север и северо-восток. Таким образом, ответ нормы произношения ни к этой модели не имеют отношения. Имеют отношения, потому что она проходит почти что биссектрисой средней линии через этот контур. Нижний Новгород явные Оконьяк. Да. Шуя, да, и так далее. А, Владимир, да, отчасти еще до сих пор. Конечно, конечно. То есть это какая-то другая немножко. Опять из личного в Тутаеве, который, как вы знаете, состоит из двух городов на московском берегу, чтобы не ждать парома, взяли лодку. Человек говорил так совершенно по-московски, перевез и спрашивает, ну вы откуда? Спрашивает он, вступив на тот берег. Мы говорим, мы из Москвы. Из Москвы. Сергей Вячеславович, очень приятно спустя 40 лет снова встретиться с московской географической школой МГУ, кафедр Саушкина в свое время. Самое интересное, я сейчас вот вас слушал и вспомнил, что задолго еще до поступления на геофак МГУ, будучи ребенком, я проводил интуитивно, естественно, подобные исследования. Мы с бабушкой часто ездили по линии Москва-Киев на юго-запад. И я всегда просыпаюсь в поезде абсолютно безошибочно. Только один взгляд на окно, приоткрытая занавеска. Я говорю, бабушка, мы уже переехали в Россию, хотя тогда, кто жил в Советском Союзе, помнит, что границы более чем условные были между так называемыми республиками, государствами. Я угадывал, где Украина, где вот по мазанкам, по домам, по даже чистоте, грязноте, по одежде людей, естественно, по каким-то вот таким факторам. Сейчас, последние годы, я продолжаю, наверное, эти исследования и часто езжу по линии Москва-Урал-Сибирь-Дальний Восток по всему Транссибу практически и очень часто. И вот у меня, представление, может быть, немножко в другом плане, чем у вас, это в целом вот о стране и составляющих ее частях. Но вообще у меня сложилось за годы этих, десятилетия этих переездов четкое абсолютно ощущение, что, не знаю, Россия, Московия, что-то еще, вот родное такое мое окончается на Волге. Вот переезжая вот эти да, 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 в Сибирском. Вот переезжая вот эти мосты, они, казалось бы, не очень даже большие эти мосты, но переезжая порядка там пяти-шести минут занимает вот этот переезд моста, ощущение другого мира. Вот я это, ну, по пять раз в год переезжаю и очень четко это ощущаю. Я буквально прощаюсь, прощаюсь со своей родиной. потом где-то с Красноуфимска мягко плывает Урал, очень удивительно красиво, и потом резко обрывается в Сибири и так далее, и так далее. Вот, вот проводя свои исследования, у меня, естественно, возникал вопрос, а почему, какие факторы вот этих изменений, этих границ, у меня пока только гипотезы, у меня не было научной задачи, как у вас, только гипотезы, это, конечно, и ландшафт, и смена ландшафтов, и сумма каких-то исторических знаний, которые мы знаем о событиях на той или другой территории, поведение людей. Вот мне тоже в продолжении вот сегодняшних вопросов хотелось бы более четко, более суммарно, может быть, от вас услышать, какие все-таки вот у вас 12, это проявления, я так почувствую, проявления вот этих вот границ, а причины их появления, причины их вот этого проявления, может быть, 2, 3, 5, 6. Во-первых, спасибо вам за наблюдение, за разговор про наблюдение из окна, в связи с этим я бы напомнил очень хорошее и очень географичное стихотворение Давида Самойлова, я не помню, как оно называется, но там вот у него как раз вот эти строки, «открытую дверь с позаранку, видим, вот она, эта черта, здесь родная земля начата». Они возвращаются с фронта, и вот он там рано утром посыпался снег, он не падал, он лично мечался, что-то такое там, словно постричался с вами родной человек. То есть вот тоже вот по ощущениям путевым, так же, как и вы, когда едете из Москвы, они, и примерно там это локализуется, это как раз где-то вот в районе Вязьмы ощущение такое, что вот сам Давид Самойлов, очень четкий, географически очень четкий поэт, начинает диагностировать, что вот он приехал домой. теперь о критериях. Даже не о критериях, а о причинах, да, вы спрашивали. О причинах, скорее всего, все-таки речь идет об эманентах свойствах пространства. Любой крупный центр ядро примерно на расстоянии 600 километров от него растворяется в пространстве. Давайте посмотрим на метрику стран Западной Европы. Среднее максимальное измерение европейской страны, ну, не считая там Скандинавии, которая уходит с Валапландии в Тундру, а где вот народы друг друга прессуют, где они вынуждены вписываться в определенные ниши. Примерно это измерение 600 километров. Исключая, разумеется, такие гиганты, как Германию или Францию, но и Франция расслаивается на северную Францию Ленг-Дуи, южную Францию Ленг-Док, и Германия расслаивается на Баварию и нижнегерманские диалекты. И там опять мы наблюдаем примерно 600 километровое измерение вот такой целостности, единства или этноса, или субэтноса. И вот там, где ничего не мешает Москве распространять свое влияние, там она примерно на 600 километров выходит на северо-восток. Где она постоянно получает с запада удары, которые повторяются каждый век, она туда не прорастает. Плюс к этому, конечно, геометрия рек, Волговское междуречие, гидрография как основа формирования района. Я бы добавил интересно, что Кирилл Игоревич увидел, видит границу родного на Волге нижней, средне-нижней, так скажем, скорее, из этих городов здесь указан только Саратов. То есть природненная оказывается вся та территория, о которой мы сейчас говорили, как о диком поле и как о, безусловно, закняжье таком, бескняжье, не древняя Русь. То есть здесь есть что-то очень личное, субъективное, наверное, и просто впечатление огромной реки и длиннейших мостов тоже. Но, конечно, вот здесь между Окой и Волгой на юго-востоке пространство маркируется, на мой взгляд, так, как Сергей Вячеславович отмечает, прежде всего прежде всего. Ну, понятно, что Болдин и многое-многое другое делает его родным. То есть это вы так его природнили. Вот я бы так ответил. В утверждении экскурсии, опять же, говоря о масштабах, потому что я тоже эту границу очень хорошо чувствую в Волжскую, но я всегда говорил, что это граница между Европой и Азией. И вот эта Европа и Азия, там, конечно, лесистость резко понижается. Это вот по ландшафте. У меня была ситуация, когда я возвращался после своего двухмесячного китайского путешествия и вот эта вот тоска по зеленому цвету и когда я переехал в Волгу, ну, в Саратове уже были какие-то первые зеленые листочки, но вот первый зеленый цвет, а это была весна, начало лета, он ударил как раз в глаза, когда Волгу пересекли. И вот это вот ощущение до слез действительно, вот возвращение на родину, это было абсолютно вот одно, то же самое. То есть это, видимо, не граница Москвы, а следующая граница. Да, кругов-то несколько. Хотел бы сделать самым московским городом после Москвы мне показалось Казань. Огромное спасибо всем, кто слушал, кто пришел сегодня. Для меня была большая честь выступать в этой аудитории. Спасибо огромное Рустаму Рахматовну пригласившему меня на это. Спасибо. Спасибо. И спасибо вам, Сергей Вячеславович. Это была школа наследия еще и потому, что был привлечен материал из всех мыслимых искусств. Да, и все это было наследие. Вот так можно тоже работать с наследием. Спасибо большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...